всем привет 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 продолжаем изучать спринг итак какой у нас сегодня план план у нас следующий во первых мы загрузим файл базу данных затем мы выгрузим файл из базы данных и в-третьих мы сделаем ограничение на размер файла чтобы юзером у нас не взял и не вздумалось ему загрузить какое-нибудь видео 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 в принципе можно еще конечно же сделать на тип но то есть я не сказал будем загружать картинки то есть самый классический такой вариант который часто используется это загрузка пользовательских картинок там какие-нибудь аватарки например можно было бы организовать и привязать к юзеру так что нам нужно нам нужен какой-то проект я продолжу с тем проектом с которым работал но 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 он у нас был без таймлифа поэтому нам нужен таймлиф таймлиф напоминаю это шаблонизатор точнее не шаблонизатор скажем так а таймлиф отвечает за отрисовку отрисовку за отрисовку html страниц окей вот добавьте вот эту зависимость если у вас не было начнем мы с модели идем класс домой и создаем мэйч сразу пишем что это у нас антите мы будем сохранять майскую я буду сохранять в майской так так у меня опять подвисла это вот это делать не обязательно но я просто в очередной раз показываю что можно указать явно имя таблицы в которую будет будут сохраняться и сразу ламбука из ламбука достанем дату айди дженерей таблию пишем сразу стратеджи дженерей таттэн тити так привей тип у нас лонг всегда лонг используем теперь привей 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 давайте description какой нибудь дадим description description и у нас поле должно быть которое отвечает за 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 непосредственно картинку и его нужно пометить вот такой вот аннотации лоб чтобы это все корректно сохранилось правильный тип базы данных картинки у нас там хранятся как вы уже заметили как байзы и размер там может быть весьма приличным поэтому собственный лоб 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 но мы посмотрим еще в какой там формат базе данных конкретно будет так то есть наша модель готова теперь что нам нужно теперь нам нужно нам нужно репозиторий репозиторий который с помощью которого мы будем работать с данной модели image image рипа интерфейс все как обычно делаем extends crowd репозиторий снова ладно пусть даже вот это и маджа и маджа и маджа будет не буду исправлять эту ошибку прошу отметить что спринг ой что а идея нам сразу пометила что это у нас компонент то есть можно указывать можно не указывать что это репозиторий как желаете так с этим мы покончили и теперь теперь что нам теперь нам нужен контроллер контроллер так давайте контроля создадим отдельный который у нас будет работать только с картинками все же home контроллер у нас это с контролем то есть вот просто напомню это рест а нам нужен отдельный стандартный контроллер который будет у нас работать с html ками с html ками пишем request request mapping и сделаем его на image на image 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 так сразу привет имаджа 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 рипа у нас вот такое вот нестандартное имя имаджа но какая ранится нет 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 мы будем сделать все как обычно через конструктор здесь у нас заинжектится можно не указывать что autowire здесь видите даже иконочка сразу появилась и так что нам нужно какие нам методы нужны нам нужна во-первых страничка на которой будет все это дело отображаться то есть паблик я имею ввиду форма будет отображаться с помощью которой юзер сможет загружать пишем паблик паблик стринг стринг for get for 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 not to load image так load image нужно передать сюда модель напоминаю с помощью модели мы передаем данные данные в наш темплейт и так у нас здесь get mapping get mapping реагируют на будет реагировать мы будем вот по имейджу так return image и я здесь сразу сразу передаем в котором я укажу, что максимум 5 мегабайт. Потом мы сделаем ограничение. То есть я сразу передам. То есть это как у меня, скажем так, с намеком на будущее. Давайте создадим темплейт, он у нас называется image. Так, image, image, load image, назову. Здесь я воспользуюсь вот этим вот сообщением, которое я передам юзеру. Я затем это сообщение буду использовать, если юзер превысит норму. Я буду здесь же отображать. То есть у меня будет один файл, один деплейт, с помощью которого я буду все делать. Окей. Теперь что нам дальше нужно? Теперь нам нужна какая-то форма, да? Форм. Вот наша форма. реагировать мы будем по этому же адресу, только метод у нас будет пост. Ой-ой-ой. Метод будет пост. И вот сейчас будет очень важно. Нам нужно поменять type. Нам нужно поменять type. Потому что мы здесь будем весьма необычные вещи. То есть не текст будем передавать, а именно мультимедиа. Поэтому нам нужно вот этот вот пометить. Multipart. Form. Data. Теперь дальше все как обычно. Пишем description, input, text, name, description. Name, description. Закрываем. Теперь ой-ой-ой. Image. Снова input. Здесь файл мы указываем. Ой, type мы указываем, что это файл. Name, 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 name. Давайте файл. И нам нужна еще кнопка. Кнопка, кнопка, кнопка. Submit, submit и value будет... Load. File. Окей. Все. Наша форма готова. Угу. Так. Теперь нам осталось написать наш контроллер, где мы будем все это дело обрабатывать. Так. Теперь это можно закрыть. И вот наш снова контроллер. Наш контроллер. Поехали. Значит, нам нужен постмаппинг. Постмаппинг. Паблик. Стринг. Пишем. Load. Image. Load. Image. Здесь, здесь, здесь. Ммм. Здесь нам тоже опять будет весьма необычная вещь нужна. Но сперва нам нужно request параметр, нашу description обработать. Здесь description. Стринг. Стринг. Так. И вторым параметром мы здесь, напомню, 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 что мы здесь принимаем файл. И здесь вот используется, используется, следующее вот такая вот необычная надпись. Multipart. Multipart. File. Multipart. То есть новый request парам. Request парам. Мы его назвали там файл. И здесь multipart. Ну и файл я здесь назову. Сразу сделаю. Return. Redirect. Return. Redirect. Image. Ок. Теперь что нам нужно? Нам нужно передать данные, которые хранятся вот здесь вот в файле, в наш, в наш, в наш. Ммм. В наш Image. Но в Image у нас здесь байты. То есть это, это, это. Я почему сделал байты? Я вот до этого тестил. И когда я вот таким образом, у меня почему-то неудачно. Неудачно все получалось. Мне не получалось. То есть вот здесь приходят байты. Вот. Обычные, примитивные. То есть не в обверке. А когда я пытался ими без обверки сохранить, то у меня какая-то ошибка странная возникала, когда я в базу данных пытался сохранить. Ошибка у меня странная. Поэтому, поэтому, поэтому вот здесь вот байты с большой буквы, то есть с обверкой. И пытаемся именно обверку. А раз обверку, нам нужно сперва подготовить. Нам нужно сперва перегнать, перегнать, перегнать. Раз мы собираемся перегнать, то нам нужен, нам нужен новый массив. Байт. Так. Назову его бра. Бра назову. И, и, и. Нью. Нью байт. Нью байт. Здесь нам надо длину теперь указать. Длина это вот эта вот. Вот эта вещь. Ленд. ОК. Это подчеркивает, что возможно ошибка. Ой. Возможно, возможно этот, как он называется. exception вылетит. Вот, видите, unhandled exception. То есть стандартный. В принципе, можно обработать. Давайте обработаем. А хотя, давайте я не буду. Я поступлю. Понятное дело, продакшене будете использовать какой-нибудь try-catch, но здесь я не буду, не буду этого делать. Кто хочет, тот сделает. Tax. Tax, 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 так. Что мне дальше? Мне нужен какой-нибудь, например, счетчик. Мне нужен какой-нибудь, например, счетчик. А потом просто обычный for. for, 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 for. То есть я беру byte. Напоминаю, что я из файла пытаюсь преобразовать, преобразовать все это дело. Так, мне не нужно здесь и воверточный тип, воверточный тип. Так, и теперь, теперь, вот я перегнал, перегнал, да, теперь, теперь мне, мне нужно, ага, мне нужно image, мне нужно создать image, image, image. А хотя зачем мне создавать image таким образом? Делаем конструктор. Делаем конструктор, делаем конструктор, делаем конструктор, делаем конструктор, и, и, и пытаемся сохранить. Пытаемся все это дело сохранить. Save. И здесь у нас new image. Здесь мы передаем для начала description, а во-вторых, а во-вторых, мы передаем вот этот вот массив byte. Massive byte. То есть b array. Что ему тут опять не нравится? Что ему тут опять не нравится? Потому что я здесь гений, гений, гений. Опять здесь глупейшую ошибку сделал. Окей. Зато сейчас все хорошо. Так. Вот, вот, вот. Post mapping сделали. И давайте, давайте сразу сделаем get mapping. Здесь будет то же самое, по сути дела, просто в обратную сторону. И, ну, сделаем... Пойди будем выводить. Угу. Но, 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 но. Здесь я сделал немного хитро. Я сделал как будто бы... А как ресервис. То есть, я буду отдавать исключительно картинку. Никаких страниц. Просто одну картинку будем отдавать. И для этого я буду использовать сервлеты. Сервлеты, сервлеты, сервлеты. Так, сейчас прочитаем. Сейчас прочитаем. Что такое сервлеты? Напомню. Напомню, напомню. Сервлет, это значит у нас специальный веб-компонент, который взаимодействует с клиентами посредством механизма запроса и ответов. Вот этот, вот этот сервлет мы будем использовать. Итак, пишем, значит, пишем, отобразить, отобразить, да, у нас, как отобразить? Рендер, 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 рендер имидж. Значит так, мы снова берем, так, path variable нам нужно для начала ID. Здесь будет string ID. Мы это преобразуем в long, естественно. И вот здесь вот HTTP, HTTP, SERVLET RESPONSE. Нам нужен вот этот RESPONSE. Напоминаю, что вот мы работаем со стандартным таким пакетом, спринг-бутом, который работает на самых обычных сервлетах, там, внутри, все. Ничего особенного. То есть, мы работаем, работаем с этим. Не с реактивным, где нет, а именно с таким классическим вариантом. Реактивный подход буду рассматривать позже. Так, сперва нужно разобраться со стандартным, со стандартным стэком. Так, вот наш HTTP RESPONSE, да, мы будем использовать. В него, в HTTP RESPONSE мы засунем ответ, мы засунем нашу картинку. Итак, поехали. Так, я сделаю сразу. Сразу давайте я сделаю. Укажем setContent image, 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 jpeg. Так, вот мы указали-ка, что у нас за тип ответа будет. Теперь, теперь мы сделаем вот то же самое, только в обратную сторону. То же самое, только в обратную сторону. И, 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 и. То есть, здесь байт. Здесь байт. Так. Здесь мне нужно вынуть, мне нужно вынуть image. Image, image. Значит, пользуемся нашим репозиторием. Get, ой, fine. Так, я буду доставать только корректные. Только корректные. Так что никаких ошибок, проверять на ошибки, вот знаете, я не буду. И теперь, теперь мне нужно image, get, get image, и длина. Окей. Теперь мне снова нужно вот здесь image. Get image. И, 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 и. И, 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 и. Так, 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 так. И сейчас вот я покажу еще, смотрите. Вот здесь response. Нам нужно вот сюда вот записать. Нам нужно записать вот этот, в output stream. Нам нужно записать в output stream. то есть, а чтобы воспользоваться этим output stream, нам нужно input stream. То есть, нам нужно создать поток, в который мы запишем наш, наш вот этот байт, input stream, наш вот этот вот байт. А, наверное, у меня вот из-за этого не получалось, из-за того, что здесь большой-большой... Ой, обверка. Из-за того, что здесь обверка. Наверное, из-за этого. Ладно. VRA. И сейчас мы воспользуемся интересной-интересной утилитой, которую нам предоставляет тамкат. Вот видите? Orca.patch.tamkat.util. А, файл.upload. Вот этим мы воспользуемся, чтобы скопировать из input stream, из input stream в наш response. Все. Что я тут опять? Что я тут опять? А, здесь будет опять надо throw exception сделать. Окей. Давайте. Throw your exception. Все. Все, все, все. Все готово. Все готово. Нужно тестить. Нужно тестить. Нужно тестить. А хотя... Нет, 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 нет. Давайте сразу до конца сделаем, как я хотел. Я вам покажу все вещи, а потом протестируем. Смотрите. Мы хотим еще сделать ограничение. Ограничение юзера на максимум. На максимум. На максимум. Спринт настолько крутой, что он нам предоставляет вот в качестве настроек, чтобы сразу ограничить. Ограничить. Так. Max файл. Вот мы вот этот используем. И 5 мегабайт. 5 мегабайт. 5 мегабайт. И теперь, вот когда Юрзи загрузит нечто больше, чем 5 мегабайт, будет exception. Будет exception. И нужно будет это все дело как-то обработать. Давайте я сейчас покажу, покажу, что собираюсь сделать. Собираюсь создать контроллер advice. Advice. Только это аннотация будет. Controller FILE UPLOAD EXCEPTION FILE UPLOAD EXCEPTION FILE UPLOAD EXCEPTION Есть такая интересная контроллер advice. Есть очень интересная аннотация контроллер advice. Смотрите, в своих контроллерах вы можете бросать исключения и не обрабатывать их там. потом создаете отдельный файл, называете его как-то и помечаете аннотации контроля advice. в нем вы указываете методы методы которые будут каким-то образом отображать отображать каким-то образом реагировать на возникшую ошибку. Значит handle давайте maxize 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 exception я пытаюсь сейчас обработать ошибку которая возникнет когда 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 будет вот здесь вот больше когда юзер попытается больше возникнет ошибка вот что я попытаюсь сделать и вот здесь мне нужно указать указать какую ошибку я пытаюсь перехватить то есть смотрите что повторюсь что что хотя нет давайте я вот сейчас закончу закончу все это закончу и и поговорим сразу же значит моды add attribute мы используем message да да тот самый message и здесь пишем file too large for us file too large for us и здесь скобочках я еще максимум 5 мегабайт то есть я снова отображу все это на страничке image то есть я использую один и тот же один и тот же темплейт все 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 готово если я не ошибся нигде то все отработает на ура все отработает на ура а теперь давайте поговорим немного о контроллере адвайсе смотрите вот ваш какой-нибудь контроллер да в нем может быть какая-нибудь логика вы эту логику можете не обрабатывать прямо на месте особенно особенно если существует некая некая скажем так некая стандартное нежелательное поведение то есть вы например кидаете одни и те же эксепшены и пытаетесь их обработать но вместо того чтобы обрабатывать вот в каждом экшене отдельно вы можете создать один файл один файл да один большой файл файл в котором вы указываете для начала что это контроллер адвайз здесь в принципе здесь в принципе можно указать конкретные классы которым вы хотите чтобы вам ваш контроллер применялся то есть уточнить если не указывать то это будет автоматом ко всему ко всем контроллерам так вот смотрите вы указываете что существует некий контроллер адвайз он по сути дела то есть если будут возникать какие-то ошибки будет перехватывать вам нужно внутри создать методы и пометить вот здесь специальная нотация exception handling то есть обработчик ошибок и указать какую ошибку он перехватывает какую ошибку ему нужно передать то есть вместо того чтобы в своих контроллерах писать стандартный try-catch вот эту вот простыню да у вас же может быть ошибка одна и та же и обрабатывать ее можете одинаковым образом поэтому лучше вынести в отдельный файл файл в контроллеры да и обработать каким-то образом чтобы собственно я и сделал и здесь это по сути дела ведет себя точно так же как как вот эти вот экшены все то же самое то есть вот я передаю модель и передаю вот здесь страничку на которую я хочу отрендерить ответ я использую одну страничку что ж а теперь давайте тестировать и посмотрим загрузится или нет все подгрузилось все хорошо сперва хотел бы вам показать как отобразилась наша модель с таблицы то есть используется вот такой тип long long blob то есть это у нас тип предназначенный для гигантских файлов Python варианте и на данный момент она у нас пустая теперь идем и тестируем так для начала напомню что у нас вообще за файл был то есть мы доставали доставали некие данные некие данные из из разных базы данных теперь теперь мы реагируем на image image вот наш все некрасиво но это не важно так выбираю файл файл и подписываю spring и загружаю напоминаю что я сразу возвращаюсь на стартовую страничку чтобы проверить что у меня все отлично давайте до начала зайдем на базу данных сделаем рефреш вуаля у нас подгрузилось чтобы посмотреть что все хорошо вуаля вот вот такой вот ответ то есть мы отдаем чистую картинку мы можем даже преобразовать это впоследствии в некий в некий сервис то есть картинки можно организовать абсолютно отдельно от нашего скажем так основного сайта или мы можем кому-то их подставлять так давайте подгрузим еще одну еще одну и затем затем потестим ошибку найду какой-нибудь большой файл так вот у меня еще один есть эликсир эликсир лод снова иду базы данных и вот мой вот мой эликсир можно проверить вот вот эликсир отлично отлично теперь найду какой-нибудь большой файл большой файл вот я пытаюсь сохранить файл который весит 15 мегабайт у нас ограничение напоминаю на 5 давайте я ему даже сделаю хаски напоминаю что я не делаю ограничений на тип надо бы но не делаю я только ограничения делаю на как это называется на размер и сейчас что я ожидаю что я вернусь на эту же страничку но вот у меня будет здесь надпись другая ух ты неожиданно неожиданно интересно в чем дело давайте влог заглянем влоги даже никаких ошибок нет влоги нет даже никаких ошибок это очень очень интересно так на паузу поставлю сейчас посмотрю не знаю в чем причина но почему-то pdf файл воспринимается совсем иначе чем видео файл совсем не понимаю ну ладно зато все работает то есть смотрите вот я пытаюсь загрузить видео которое весит 6 мегабайт выбираю ставлю но вы уже видите что я попытался и все хорошо и вуаля то есть я вернулся на ту же самую страницу у меня произошла ошибка непонятно значит здесь какая-то существует какая-то разница существует какая-то разница между pdf и файл файлами типа типа jpeg jpeg и видео надо будет разобраться ну так 40 минут 40 минут длинное видео получилось давайте повторим 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 что сделали значит так сперва мы создали модель которая с помощью которой мы будем сохранять файлы файлы базу данных сохраняются не прямыми такими картинками как у нас на файле а через формат формат байтов через формат байтов мы записываем чтобы записать вот этот эту длинную цепочку байтов и жирные файлы да громоздки мы используем следующую аннотацию лоб 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 первые шаги потом нам нужен естественно репозиторий чтобы работать с нашей моделью затем нам нужен непосредственно контроллер с помощью которого мы будем производить все основные действия помечаем его на image на put image инжектим наши репозитории и у нас здесь три экшена первый экшен у нас просто отображает форму и мы ему передаем сообщение что максимум 5 мегабайт через эту форму то есть мы ему отправляем вот эту форму здесь мы используем форм экшен указываем корневое ну как корневое на image метод пост и очень-очень важно передать вот этот параметр and type поскольку мы будем передавать картинка на мульти пар форм data первый input у нас обычный текст а вот второй input у нас файл мы тип указать файл связываем их с именами соответствующими и идем теперь дальше в наш контроллер вот наш пост маппинг то есть вот description как обычный текст а вот следующий файл следующая часть нашего пост пост запроса воспринимается как multipart файл ну и здесь просто просто попытаемся сохранить сохранить данный данный рисунок описание и вот эти байты то есть тут нам приходит файл не как картинка файл не как картинка файл не как картинка здесь то есть get size мы просто взять да окей то есть нам нужно здесь что я хотел я хотел показать что у нас приходят байты у нас приходят байты и нам нужно их перегнать в байты в базу данных но байты мы в оберке храним в базе данных и нам нужно просто перегнать сперва в обычный формат потом сохранить и мы редиректим на основную страницу и предлагаем еще раз еще раз загрузить и и и создаем еще один action где по номеру id мы рендерим страничку мы мы отдаем лишь лишь картинку для этого мы используем сорвлеты сорвлеты прямо напрямую чего мы обычно не делаем для этого мы сюда инжектим http response скажем так и в него в response это то что мы записываем в ответ это будет использоваться как ответ прошу заметить что тип здесь void потому что все необходимое мы записываем в response то есть response мы для начала запишем type image tpg а затем мы достаем из базы данных нашего наш наш рисунок перегоняем его в обычные файлы и и помещаем эти байты с помощью механизма output input stream в response используя удобную утилиту из томката окей и последнее что что мы сделали это ограничили юзера на максимальный файл на загрузку максимального файла естественно это только одна из возможностей как ограничить что мы для этого сделали во первых мы воспользовались вот вот таким вот такой надписью то есть нам сразу предоставляется возможность скажем так декларативно указать что вот вот такой вот максимальный файл может быть у нас так с таким размером и и последнее что нам нужно сделать создать некий контроллер адвайс то есть вместо того чтобы обрабатывать возможные ошибки в контроллерах в экшенах непосредственно можно вынести эту логику в отдельный файл и обобщить грубо говоря стандартные ошибки и как-то на них реагировать то есть мы должны создать отдельный класс пометить его контроллер адвайс мы его можем напомню конкретизировать на конкретный контроллер здесь просто нужно дополнительные значение указывать здесь мы создаем методы которые будут у нас реагировать на соответствующие исключения для этого нам нужно воспользоваться аннотацией exception handler и здесь перечислить исключения на которые мы реагируем у нас вот это исключение возникает вот из-за этого property из-за этого свойства оно вообще возможно и дальше мы пишем нечто похожее что мы пишем в контроллере то есть мы так же моделью и куда это нам отрендерить на какую страничку то есть то есть то есть то есть что то я потерялся то есть вот это вот это вот это своего рода подход как реагировать на всякие нестандартные действия например юзера можно и например если юзер вел некорректные данные некорректные данные там допустим место вот мы ожидаем цифру а он вел строчку то есть мы можем вот так вот таким же образом вынести и отобразить какую-нибудь общую страничку где просто делать например incorrect дата что-то в этом роде очень классно удобный механизм то есть мы снова разделяем ответственность вот что мы сейчас сделали ладно хватит болтовни хватит болтовни на сегодня все изучайте спринг и даже лучше изучайте спринг башмак потому что он нам предоставляет просто невероятное удобство для для производства наших классных аппликейшн приложений see you next time спринг вообще